Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Сергея Чупыра. Сегодня в выпуске. Митинг памяти и скорби в Березово. Выпускный вечер в Березовской средней школе. Вечер русского романса состоялся в музыкальной гостиной и гримского концертно-выставочного зала. Об этом и многом другом смотрите в сегодняшнем выпуске новостей. 22 июня во всех муниципальных образованиях Югры прошли торжественные мероприятия, церемонии возложения цветов под ножи и обелисков в честь павших воинов-земляков минуты молчания по погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Березово не стало исключением. Сегодня день воспоминаний. И сжато сердце от горячих слов. Сегодня снова день напоминаний. О подвиге и доблести отцов. Вот с этих слов и начался митинг памяти и скорби о том трагическом для нашей страны времени. О миллионах советских воинах и мирных гражданах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, замученных в фашистских концлагерях, трудившихся в тылу и приближавших победу. 22 июня – день памяти и скорби во всей нашей стране. В этот день фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Началось великое пятилетнее противостояние, в котором мы потеряли более 27 миллионов человек. Из 5000 жителей Березовского района, воевавших на фронтах Второй мировой, более 300 пали смертью храбрых, защищая Родину. Минутой молчания березяне почтили память героев. Затем, отдавая дань уважения ратному подвигу земляков, березяне возложили венки и цветы к мемориалу погибших. Владимир Политаев знает о событиях тех лет не понаслышке. В мае 1942-го его отец ушел на фронт. Горькое воспоминание осталось до сих пор. Мы не можем простить этим фашистам, которые накинулись на нашу Родину. Но так как наша Россия мощная, держава, отразили, победили, и мы всегда будем побеждать, потому что мы любим свою Родину. Погибших и ушедших из жизни не вернуть. Но память о тех событиях может и должна оставаться в наших душах и сердцах. Склоним головы перед величием их подвига. И как напоминание о тех трагических событиях горит вечный огонь. Сергей Чупыра, Александр Елисеев. Авторское телевидение Березова. Счастливые и взволнованные. Вчерашние старшеклассники собрались в стенах досугового центра. Зал был переполнен эмоциями выпускников и их родителей. Ведь не за горами большая взрослая жизнь. Как прошла торжественная часть выпускного вечера 11-ти классников в материале Юлии Чагиной. В главном концертном зале Березова поддержать выпускников пришли преподаватели, друзья и родители. И вот виновники торжества появляются в зале. Галантный кавалер в элегантных костюмах и юные дамы в роскошных вечерних платьях с потрясающими прическами. Сегодня их день. В их адрес звучат важные и добрые слова. Наши дети. Пришло то время, когда они у нас выпорхнут, как птенцы из гнезда. Я много ребят вас всех знаю. На самом деле с малого, совсем возраста, там с садиков вместе с Аришкой ходили. Да вы таки выросли сейчас, такие все большие стали. Красивые. Правильно Владимир Иванович Фомин сказал на последнем звонке. Невесты, женихи, взрослые уже все. Каждый год этот вечер для выпускников радостный и немного грустный, потому что они закончили школу. Кажется, еще вчера они делали домашние задания, отвечали на уроках, смеялись и шутили на переменах. И вот сегодня уже выпускной. Первыми поздравить вчерашних старшеклассников пришли дошкалята. Их танец напомнил выпускникам о том времени, когда они были такими же маленькими и беззаботными. В этом году золотые медали аттестата и особого образца у трех учениц. Александра Бойко, Наталья Паклина и Оли Горбуновой. Также они получили еще и медали за особые успехи в обучении Хантемантийского автономного округа Югры. В сравнении с выпуском 2015, в котором, к слову, было 9 медалистов, показатель уменьшился. Но, как пояснил директор Березовской средней школы Андрей Серков, выпуск 2016 стабильный и ровный. А это лучший показатель успеваемости. Особенность выпуска 2016 в том, что они очень ровные. Очень мало троек. Ну, конечно, отличников тоже мало. Но у школы не это главное. Главное, чтобы они вот так ровно, стабильно, спокойно и уверенно сдавали экзамен. То есть в их будущем никто, в принципе, не сомневается и не беспокоится. Вот это самое главное. Также выпускники были отмечены грамотами и дипломами за хорошие спортивные результаты и активное участие в жизни класса и школы. Родители, в свою очередь, поблагодарили учителей за их заботу, терпение, за багаж знаний и бесценный опыт, который они передали ребятам. Ведь все это пригодится в их взрослой жизни. Выпускной – это последняя завершающая ступенька, школьная ступенька. Поэтому, наверное, очень волнительный день для всех родителей, не только для меня. И хочется сказать огромное спасибо учителям, которые 11 лет были рядом с нашими детьми. Вели их за руку, давали им знания, давали свой талант, доброту, творчество свое. И вот спасибо всем учителям, которые научили наших детей и выпустили в большую жизнь. Поэтому хочется поблагодарить, прежде всего, учителей, которые шли с нашими детьми рядом. И детям, выпускникам пожелайте огромных успехов, чтобы, как говорили родители в последнем слове, никакие неудачи не слабливали их, какие бы они не встречались на жизненном пути. Пусть осуществляются все детские мечты. Для получения аттестатов на сцену выходили будущие юристы, экономисты, врачи, инженеры, защитники Родины. Аттестат – это не только общая оценка школьных успехов. Это своего рода путевка во взрослую жизнь. В этот день слова благодарности и признательности звучали не только в адрес выпускников, но и их родителей, которые также учились вместе со своими детьми все эти 11 лет. Вам, уважаемые родители, хочется сказать, у вас трудный аппарат только начинается. Сейчас начнется горячая пора, все будут поступать, начнется суета. Я хочу вам пожелать успехов, удачи, чтобы все сложилось хорошо, чтобы трудностей было меньше. В этом году Березова на бале лучших выпускников Югры в Ханты-Мансийске представила отличница, всесторонне развитая личность, бесконечно увлеченная творческая натура Наталья Паклина, где она получила свою заслуженную медаль. На самом деле добиться этого было достаточно легко. Я не знаю насчет остальных медалистов, но мне не составило особого труда добиться таких высот в обучении. А что касается многогранности, я не знаю, это просто желание, стремление, любовь к чему, к творчеству, к деятельности какой-то активной. Я просто люблю помогать и люблю всегда что-то делать, быть занятой чем-то. Вот и пролетели эти долгие и в то же время такие короткие 11 лет. Прощай, школа, и здравствуй, взрослая, пока еще незнакомая жизнь. Юлия Чагина, Владимир Чернышев, авторское телевидение Березова. И к новостям культуры. В музыкальной гостиной и гримского концертно-выставочного зала состоялся еще один творческий вечер. Вечер русского романса. Со сцены звучали классические произведения, песни из известных кинофильмов, современные романсы. В чем секрет популярности одного из самых лиричных жанров музыки, узнала Оксана Дятлова. Приглушенный свет, зажженные свечи, старинные мелодии. Все это моментально перенесло гостей вечера во времена расцвета русского романса. Времена Пушкина и римского Корсакова, Алябьева и Гурилева. Наконец наш народ начал приобщаться к своей собственной культуре, потому что присытился всеми этими, в кавычках, шедеврами западной субкультуры. Сейчас, наконец, наш народ понял, что оказывается, лучшие образцы культуры рядом с нами. Любовь к музыке и русскому романсу объединила людей самых разных профессий и далеко не музыкальных. Ирина Четвертных, к примеру, много лет работает в инфекционном отделении Игримской районной больницы. Я работаю в больнице. Потом семья, дети, и поэтому это единственная душина моя, чему я не изменяю по жизни. Мне это нравится. Какая-то легкость, свобода, что ли. Сразу как-то все проблемы, все вот это вот уходит. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Неповторимую атмосферу вечера также подчеркивал антураж выставки, на фоне которой проходил концерт. Стены выставочного зона украшали работы Галины Скоробогатовой, выполненные в технике живопись иглой. Мотивы и сюжеты этих картин как нельзя, кстати, сопровождали звучание русских романсов. Гости не только слушали, но и узнали много интересного и познавательного о самом жанре. О том, что зародился он примерно в 13 веке, родиной его считается Испания, а лучшим аккомпанементом признаны фортепиано и гитара. В России роман стал популярен под влиянием Александра Пушкина. Именно он ввел в моду тихие салонные вечера, где звучали самые прекрасные романсы великих русских композиторов. Юрий Павлович и Раиса Николаевна Ульяновы признались, что романс сыграл не последнюю роль в их семейной жизни. А в прошлом году они отметили 55 лет совместной жизни. Поэтому пропустить такой вечер они просто не могли. Впечатления у меня отличные, потому что я любитель вот этого жанра. И все артисты, которые, и Вертинский, и Изабелла Юрьева, и Баянова, это мои любимые. Я точно так же, как и он, как и мой муж, любительница романсов. И когда мы слушаем и по телевизору, и по радио, мы все, отключаемся и только слушаем романс. Ну и тут я получила большое-большое удовольствие. Кроме сольных номеров, гостям был представлен квинтет, который достаточно спонтанно возник под руководством преподавателя Светланы Кашиной. В его состав вошли ученики школы искусств и работники концертно-выставочного зала. Они исполнили два известных романса, получился очень даже милый дебют. Создав такой, ну, конечно, это громко сказано, создав коллектив, это маленькая проба. Я еще шутливо бросаю в общество такую идею придумать название нашему новому коллективу. Какие у вас творческие планы у квинтета дальнейшие? Поделитесь, пожалуйста. Это все шутки, конечно. Ну, я думаю, что мы будем продолжать, мы будем обязательно продолжать. Мы будем в этом составе новые программы и не только романсы. Вы знаете, так много хочется сказать. Вот у меня такое впечатление. Я как будто бы побывала в каком-то большом концертном зале. Какие у нас молодцы, какие таланты. И хотя времена меняются, и музыкальная мода тоже, любовь к романсу остается неизменной. Ведь он впитал в себя гармонию русской души и до сих пор покоряет публику самых разных возрастов. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, Анастасия, Березовская, Березовская и Гриня. Возвращаясь к теме летнего отдыха детей. В детском лагере «Молния» на базе Березовской спортивной школы прошел мастер-класс по косоплетению. Подробности в нашем следующем материале. В этот раз, как ни удивительно, но в лагере «Молния» прошло мероприятие совершенно не спортивного характера. Красавицы лагеря постигали азы ажурного косоплетения под руководством своей наставницы Марии Яникеевой. Она провела мастер-класс и украсила головы юных модниц с потрясающими и неповторимыми прическами. Сегодня мы решили устроить творческий вечер или по-другому мастер-класс по косоплетению. Мы выбрали тему «Ажурное косоплетение», рассказали девочкам о том, как правильно ухаживать за своими волосами, о том, что волос имеет свой цвет, свой пигмент. Были заплетены косы и собраны в прическе. На сегодняшний день, в 21 веке, это очень модное направление, которое не выйдет из моды и всегда будет подчеркивать женскую красоту. В любом возрасте каждая девушка должна ухаживать за своими волосами. После мастер-класса уже для всех ребят прошел урок вежливости, который закончился обучением первым и основным базовым шагам вальса. А затем ребята попробовали себя в этом незнакомом для себя танце. И к новостям спорта. Сегодня, после почти 20-летнего забвения, ГТО возвращается в школы, в профессиональные учебные заведения, в жизнь почти каждого жителя нашей страны. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне». И хотя в принципе это дело добровольное, но с 1 сентября сдавать нормативы предстоит всем школьникам и студентам. В Игримском политехническом колледже провели пробное тестирование среди добровольцев. Зачем нужно ГТО в 21 веке, поинтересовалась Оксана Дятлова. Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы «ГТО» или «Готов к труду и обороне». Это была большая государственная программа физической подготовки, которая в первую очередь была нацелена на оздоровление нации и увеличение продолжительности жизни советских людей. Система ГТО началась в 1931 году в СССР и просуществовала целых 60 лет, вплоть до 1991 года. Нормы ГТО выполнялись в школах, колхозных бригадах, рабочими в фабрик, заводах, железных дорог и так далее. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских граждан. Я так рада, что вернулась, в общем-то, вот это движение, потому что, правда, надо быть сильным, здоровым. То, о чем всегда я вам везде и всюду говорю при встрече. Я вам очень завидую, потому что я тоже хотела бы сейчас стоять с вами рядом и тоже попытаться сдать на золотой значок. Мне очень хочется, но я думаю, в 1917 году я буду одна из первых, кто в своей возрастной группе сдаст на золотой значок. Обновленный ГТО рассчитан на 11 возрастных групп, начиная с 6-летнего возраста и заканчивая группой старше 70 лет. Современные знаки отличия также будут трех видов – золотой, серебряный и бронзовый. По правилам предлагается 4 обязательных вида тестирования, остальные по выбору. Студенты Игримского политехнического колледжа по возрасту относятся к пятой ступени. В предварительном тестировании решили проверить себе 16 юношей и 8 девушек. Здесь как раз таки собрались те ребята, которые занимаются тем или иным видом спорта. И я думаю, они сами для себя хотят проверить, могут ли они выполнить нормативы, которые присущи для золотого, например, значка, или для серебряного, или для бронзового. Даже некоторые за мной по пятам ходили, когда будем сдавать, когда будем сдавать. Как говорится, на пробу студентам было предложено 6 упражнений. Прыжки в длину с места, подтягивания, рывок, гири весом 16 килограмм, наклон вперед стоя, метание гранаты и поднимание туловища из положения лежа. Надо отметить, что все судьи прошли обучение на специальном семинаре в Югорском колледже Олимпийского резерва. Еще, еще, 50, 51, 50, 2, 3. Перед выполнением каждого упражнения небольшой инструктаж, а местами и целый мастер-класс от профессионалов. Надо гирю закинуть так, чтобы рука просунулась как можно дальше. Тогда кисть у вас будет отдыхать, понимаете? Вот он, руок классический. Вот, 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 видите, я куда-нибудь свою руку. О, все, дальше. Хотел проверить свои силы, на что я вообще способен. Тяну пока на серебряный. Да? Да. А где мы пускай не поможем? Ну, прыжок в длину только не сдам. Буду готовиться к сентябрю и думаю, точно золотой сдам. Мне захотелось проверить себя, попробовать себя, но в этом все равно сдавать же надо будет. Проверить себя как раз на этом всем. Сложновато, конечно, но выполнимо все это. Будем стараться на золотую медальку пойти. На вопрос, зачем нужно ГТО сейчас, студенты отвечают по-разному. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли. А кто-то просто привык быть первым в учебе и в спорте. Все люди разные, однако у всех, кто добровольно решил пройти испытания комплексом ГТО, есть одна общая черта – целеустремленность. А ведь только целеустремленные и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» и «Грим». В детском лагере с дневным пребыванием «Молния» прошли очередные спортивные состязания. На этот раз веселые старты. Летние каникулы – это прекрасная пора не только для отдыха, но и отличная возможность научиться и узнать что-то новое. Так со школьниками из лагеря с дневным пребыванием «Молния» работникам «Березовской больницы» была проведена беседа на тему оказания первой медицинской помощи при травмах. Усвоив новые знания, ребятишки отправились на спортивную площадку, где, разделившись на две команды, выявляли сильнейшую в эстафетных конкурсах. Веселые старты, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Детям пришлось посоревноваться в семи эстафетах, где они показали свою ловкость, смелость и быстроту. Все участники эстафет не первый год занимаются в секции лыжного спорта. А потому такие упражнения, как приседания, отжимания, сгибания и разгибания туловища, прыжки, ну и, конечно же, бег, очень хорошо знакомы юным спортсменам. На вопрос, почему он выбрал лыжный спорт, Леша Винокуров ответил следующее. То, что ты зимой катаешься по лесу, соревнования, на свежем воздухе, а не в каком-нибудь помещении. В течение семи конкурсов команда «Это Барселона» и «Миньоны» периодически лидировали, сменяя друг друга. Самое удачливое происходило эстафета, когда был хоккей. Там мы, конечно, выиграли, но заняли второе место. К нам команда соперника навязала борьбу, она была сильная. В итоге наиболее быстрыми и удачливыми оказались ребята из коллектива «Тезки» знаменитого каталонского футбольного клуба. И как в очередной раз показывают подобные состязания, здесь все-таки главное не победа, а участие. А наградой для всех стало отличное настроение. Сергей Чупыра, Владимир Чернышев. Авторское телевидение «Березова». Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. В студии для вас работал Сергей Чупыра. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!